Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре политика». Гость в нашей студии – заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Щетинина. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. На последнем заседании Законодательного собрания нам пообещали, что бюджет в 2017 году будет профицитным. Хочется спросить, за счет чего? Ну, это было не на последнем заседании, а это было в ходе нулевого чтения проекта бюджета, который мы проводим уже не первый год совместно с правительством. Действительно, такая позиция есть. Для того, чтобы мы создали бездефицитный бюджет, профицитный, должна быть очень тщательная подготовка. И прежде всего, экономия по тем статьям, которые возможно экономить. Это прежде всего административные расходы, и аппарата вообще правительства, и аппарата Законодательного собрания. И здесь мы очень выверены сейчас, верстая, например, бюджет Законодательного собрания, подходим ко всем статьям. Что же касается вот этой бездефицитности, да, профицитности, главное, чтобы она не отразилась на экономию по социально важным статьям бюджета. Много споров на заседание было касаемо покупки здания НИМБА, это уже изменение в бюджет 2016 года. Планировалось, что мы потратим 207 миллионов, но все-таки решили, что хватит и 150. Вообще, насколько необходима эта покупка? Вы знаете как, необходима, в моем понимании, однозначно. И здесь надо говорить, наверное, не о 207 миллионах, а вообще в целом, скажем так, об этом контракте, предварительном приобретении этого здания. Это даже чуть больше, чем 207 миллионов ожидается, да, не 150, а чуть даже больше, чем 207. Сейчас поясню. То есть, прежде всего, необходимо ли? Конечно, необходимо. Это здание приобретается для нашего института, который у нас региональный. Если, например, у нас вуз, допустим, университет наш, это федеральный вуз, то у нас есть наш региональный институт, который готовит кадры именно для работников сельского хозяйства, села, инженерно-технических работников, которые востребованы на предприятиях Нижегородской области и, прежде всего, которые работают по всей области. И расширять эту сферу подготовки кадров для технических кадров или кадров, работающих в сельском хозяйстве, нам необходимо. Давайте вернемся к бюджету 2017 года. О том, какие еще статьи расходов вызвали горячий спор депутатов, репортаж Алексея Рожина. Компании, которые поддерживают профессиональный спорт в регионе, получат 400 миллионов рублей в виде льготы. Сумма после поправки коммуниста Владимира Буланова к бюджету текущего года снизилась с миллиарда рублей в два с половиной раза. Слова Сергея Панова, регионального министра спорта, не убедили 26 депутатов законодательного собрания Нижегородской области в целесообразности выделения профессиональным клубам таких колоссальных денег. У половины народных избранников попросту нет уверенности в эффективности расходования бюджетных средств. Мы не бросаем наших спортсменов. Мало того, может быть, мы делаем сейчас лучше, чтобы реальное финансирование реально доходило до каждого спортсмена. На сегодня у депутатов попросту нет инструментария для проверки эффективности использования денег. Из разных источников всплывают сомнительные сделки, которые совершаются нижегородскими командами. Например, покупка игроков через офшор. Расходование средств не может проверить и счетная палата, да и критериев эффективности в спорте попросту не существует. Есть вопросы и к самому министру спорта Сергею Панову. Сегодня спешка в этом вопросе была обусловлена желанием отдельно взятых спортивных чиновников поскорее получить финансирование на клубы, в которых у них есть личная заинтересованность. Я именно с этим связываю. И когда на прямой вопрос, а вы знаете учредители этого клуба, министр профильный отвечает, нет, не знаю, выглядит это странно. Потому что он сам был этим учредителем и когда он выходил, он что не знал, кто туда зашел вместо него. Если будет разработан прозрачный механизм контроля над расходованием этих средств, то депутаты готовы вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении суммы льгот уже в ближайшее время. Так считает спикер областного парламента Евгений Лебедев. У меня почти нет сомнений, что мы в ноябре вернемся к этому вопросу. Но вот этот месяц мы используем как раз для создания тех систем, которые, системы отношений, которые помогут нам снять те вопросы, которые сегодня звучали у депутатов по поводу и бенефициаров, и как используется, и эффективность, и так далее, и так далее. На сегодня за кулисами разговоров о большом спорте остается и закрытие футбольной «Волги», и долги перед игроками губернии, а также целый ряд проблем с развитием спорта массового. Поэтому, когда мы говорим об эффективности расходования бюджетных средств, то главным критерием должна быть успешность выступления. А здесь вопросов нет, пожалуй, что главные игрушки – Межгородскому торпедо. Алексей Рожин, Георгий Захаров, Никита Вертлин, столица Нижней. Ольга Владимировна, на ваш взгляд, вот эти льготы для спортивных клубов – это все-таки социальная статья расходов? Давайте так, льготы для спортивных клубов, льготы для организаций, которые фактически оказывают помощь, поддержку в работе в спортивных клубах. Ну, схема очень сложная там, да. Да, схема, но она на самом деле законодательная, единственное возможная. Что я могу сказать? Наверное, мы все являемся ярыми поклонниками, болельщиками нашего клуба «Торпедо», и, конечно, ну, как пример просто приведу, и, конечно, хотим, чтобы клуб развивался. Без спонсорских денег, конечно, клубу невозможно существовать. Те спонсоры, которые выделяют свои средства, например, для деятельности клуба, они должны чувствовать, что и государство, в данной ситуации правительство Нижегородской области, бюджет Нижегородской области, тоже, скажем так, участвуют в развитии клуба. И тогда, наверное, сочетание усилий, скажем так, и вот предприятий тех, которые получают налоговые льготы, и, может быть, этих же, либо других предприятий, кто просто добровольно жертвует из своей чистой прибыли. И, собственно говоря, денег, которые зарабатывает сам клуб, это и есть, вот, наверное, полноценное функционирование клуба, нашей команды, которой мы все гордимся. Ну, а она тоже представляет Нижегородскую область на различных соревнованиях и фактически продвигает Нижегородскую область. Поэтому, конечно, необходимо это делать, но эту поддержку необходимо, скажем так, вот здесь должен быть очень хороший баланс, да, между тем, что поддержка должна давать возможность команде работать, играть. Но если команда начинает больше зарабатывать, то и поддержка избюджетовая, и ситуация, конечно, должна снижаться. Ну, вы сказали, торпеда радует, а Волга вас радовала в прошлом году? Почти полтора миллиарда рублей было потрачено, а результатов? Ну, полтора миллиарда вы имеете, наверное, в целом, потому что 150 миллионов было перечислено только вот в рамках вот этой льготы по заключенному соглашению. Знаете, как есть, наверное, чтобы говорить об этом профессионально, надо действительно глубоко знать. Я не могу себя отнести к экспертам, которые в данной ситуации знают вот механизм бюджетирования, например, этого клуба. И поэтому сейчас говорить об эффективности, например, расходовании тех средств, которые в том числе выделялись через те предприятия, которые... Ну, вот это интересный вопрос, как вы будете проверять эффективность расходования этих средств? Вы знаете, как раз на самом деле на эту тему и возникла дискуссия, что депутаты почему как бы начали обсуждать эту тему? Мы говорим, да, мы согласны, что вот эти спорт больших достижений или вот такие, скажем, команды, их необходимо поддерживать, чтобы они выживали. Иначе их можно все закрыть, собственно говоря, да, и у нас не будет ни своего хоккейного клуба, да, ни, может быть, баскетбольного. Но в то же время очень важно открыть максимально все бюджеты. То есть если мы планируем, что на один рубль, который перечисляет предприятие, получающее льготу, приходит еще 2 рубля других или 3 рубля, например, других спонсорских, то мы должны это понимать. Мы должны в целом видеть бюджет клуба, посмотреть, какую роль там играют те деньги, которые перечисляются в рамках льгот, посмотреть, какие другие есть деньги, какие статьи расходов. И если, например, фонд оплаты труда игроков вряд ли мы сможем посмотреть детально, да, потому что наверняка это контракты, это невозможность, скажем так, открывать сумму контракта. Мы сможем посмотреть, наверное, общую сумму фонд оплаты труда игроков. То все остальные суммы мы можем проинспектировать и понять, насколько эффективно они расходуются, раз уж там есть вот таким, скажем, сложным путем, но тем не менее бюджетные средства. Поэтому депутаты попросили представить всю эту информацию. Спасибо вам большое, Ольга Владимировна, спасибо. Всего доброго. Спасибо. А прямо сейчас я предлагаю посмотреть, как изменился политический рейтинг лидеров и неудачников АПН «Нижний Новгород». Лидеры политического рейтинга АПН «Нижний Новгород». Третье место. Владимир Буланов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области. Внес инициативу сократить льготы спонсорам профессиональных спортивных клубов более чем в два раза, до 400 миллионов рублей и получил поддержку. Второе место. Татьяна Парусова, глава муниципального образования, мэр города Арзамаса. Получила поддержку депутатов городской думы как кандидат на пост главы города в одном лице. Первое место. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. Впервые ОЗС отказала губернатору и правительству в сомнительных тратах бюджета и сократила их. Законодательное собрание становится реальным органом управления. В отличие от предшествующего периода, когда депутаты по большому счету следовали в русле политики исполнительной власти, нынешний состав показывает, что он стал более работоспособен, более самостоятельен и что принципиально достоин отстаивать интересы нижегородцев. Неудачники политического рейтинга АПН Нижний Новгород. Третье место. Игорь Киселев, глава администрации города Арзамаса. Получил предложение от депутатов городской думы уйти в отставку по собственному желанию. Второе место. Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора Нижегородской области. На заседании Законодательного собрания от него ждали активного участия в спорах по сокращению льгот для спонсоров спортивных клубов. Но он ограничился короткими репликами. Первое место. Сергей Панов, министр спорта Нижегородской области. В спорах о финансировании спортивных клубов чиновник не смог назвать даже учредителя баскетбольного клуба Нижнего Новгорода. При этом сам он входил в их число до перехода на работу в Кремль. С моей точки зрения министр оказался не совсем подготовленным к такому действию со стороны депутатского корпуса и понадеялся, что если не бюджетный комитет, то все-таки в целом Законодательное собрание пойдет на решение все-таки выделить миллиард рублей. Но однако этого не случилось. Я считаю, что теперь исполнительной власти нужно научиться работать в новых условиях. Вы смотрели программу «В центре политика». У меня на этом все. Всего доброго и до встречи через неделю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok